Кавказ это уникальное место, где живет около 50 народов. Многие из них живут на этих землях более трех тысяч лет, другие пришли в результате завоеваний или миграций. Цель этого проекта показать историю, культуру и обычаи кавказских народов и с глубокой древности и до наших дней. Читая комментарии к прошлому видео, мне показалось, что вам хотелось бы услышать больше необычных фактов. Что ж, давайте сделаем эксперимент. В этот раз не будет хронологического повествования, вместо этого я приготовил интересные и малоизвестные моменты из истории народа. После просмотра напишите в комментариях, какой формат вам понравился больше и следующее видео я постараюсь сделать именно такими. А теперь начинаем. Первые грузинские царства существовали еще в 13 веке до нашей эры и назывались Дьяоха, Забаха и Эгриси или Колхида, если по-гречески. То есть грузинская государственность существует более трех тысяч трехста лет. Чтобы понимать, как это давно, вот вам пару фактов. Примерно в это время жил пророк Моисей. Происходит исход евреев из Египта, еще существует Вавилон, а Римскую империю создадут только через тысячу лет. Сегодня в мире выделяют всего 17 основных типов письменности. Одним из них является грузинский, который имеет целых три алфавита. Старейший из них Асом Таврули. Большинство ученых склоняется к версии, что он имеет дохристианское происхождение и существовал еще до нашей эры. Вероятно, создателем является царь Фарновас I. Древнейшая подтвержденная надпись была найдена в грузинском монастыре неподалеку от Иерусалима и датируется 430 годом. Начиная с 11 века общепринятым алфавитом становится Мхедрули, который используется по сей день. Третий тип письма является церковным и называется Хуцури или Нусхури. На нем написаны церковные книги. За более чем три тысячелетия грузины участвовали в около трехсот войнах и военных походах. В среднем по одной войне на каждые 10 лет. Именно поэтому при встрече в Грузии говорят Гамарджоба, что можно перевести как «Желаю тебе победы». А «Доброе утро» или «Добрый вечер» звучит как «Дилам Швидобиса» или «Сагамон Швидобиса», что является пожеланием мирного утра и мирного вечера. Так как о грузинском царстве было известно далеко за пределами Кавказа, то и названий имеется огромное множество – Калхида, Иберия, Лазика, Гурзан, Гурджистан, Георгия, Гаргания и в конце концов Грузия. Русское название происходит от персидского «Горг» и от арабского «Гюрдж», что означает «Волк», а собственно «Гюрджистан» переводится как «Страна волков». Грузинского цара V века Вахтанга I персы называли «Гаргасал», то есть «Волчья голова». Сами себя грузины называют «Картвелеби», а Грузию – «Сакартвелла». В 65 году до н.э. в Грузию вторгается римский полководец Помпей Великий. Грузины вступают в сражение, но потеряв большую часть армии, отступают и переходят к партизанской войне, не давая закрепиться противнику. В итоге признается власть Рима, но уже во II веке царь Форсман II Доблестный переходит в наступление и захватывает римские владения вдоль Черного моря. Император Адриан посылает грузинскому царю подарки и даже слона, но это не приносит успеха. Только после смерти Адриана новый император Римской империи Антонин Пий заключает мир с Форсманом и торжественно приглашает посетить Рим, что и происходит в 144 году. По свидетельству римского консула Диона Кассия, когда Форсман Иберийский с супругой и свитой прибыл в Рим, Антонин Пий увеличил его владение, позволил принести жертву в Капитолии, поставил его конную статую в храме Билоны и смотрел на военные упражнения самого Форсмана, его сына и других знатнейших Иберов. Для многих историков до сих пор остается непонятным, как грузины под страхом смерти не отказались от своей веры. Ведь после нашествия арабов, турок и персов на всем Ближнем Востоке и Малой Азии не осталось ни одного христианского государства, кроме Грузии. Этот народ с легкостью шел на смерть, но не отказывался от своей веры. Возможно, причина в том, что впервые грузины услышали Евангелие еще в I веке лично от апостола Андрея, ученика Иисуса Христа. Известно, что жители города Аскои приняли крещение сразу после проповеди апостола, а государственной религией христианство стало уже в начале IV века. За всю историю Кавказа только два государства устанавливали свое влияние на весь регион. Это Российская империя и Грузинское царство. Но делали они это абсолютно противоположными способами. Если первое путем завоевания, выселения и геноцида, то грузины объединились с другими кавказскими народами, изгнали турок и установили власть, которая была выгодна всем. Во время правления цара Давида IV в состав Грузинского царства вошли разные кавказские народы. Несмотря на то, что Грузия христианское государство, Давид аннулировал налоги для мусульман и евреев, всячески поддерживал исламских ученых и богословов, чем завоевал безмерное уважение у подданных всех религий. После вхождения Грузии в состав Российской империи царскими властями проводились попытки разделения грузинского народа. Так, во время переписи населения жителей разных грузинских регионов записывали отдельно. Например, хефсуры и меритинцы, сваны, мегрелы или абхазы считались чуть ли не отдельными народами. Следует пояснить, что в каждом регионе Грузии имеются незначительные отличия в обычаях и традициях, но это все разновидности грузинской культуры. В разных регионах можно встретить до 18 диалектов, но все говорят на литературном грузинском языке. В современной Турции на своих этнических землях живет до миллиона грузин. Их называют лазы или чвенебуи, что переводится как наши. Раджеп Ардаган до того, как стать президентом Турции, заявлял, что имеет грузинское происхождение. Но после избрания, каждый раз, когда ему задают этот вопрос, он технически уходит от ответа, заявляя, что национальность не имеет значения. Ну, никак, видимо, не может турками управлять грузин, но история показывает, что еще как может. Хуршит Ахмед Паша, великий визир Османской империи, тоже был грузином. А в Египте власть была у мамлюков, которые имели кавказское происхождение. В основном это были черкесы и грузины. Например, Ибрагим Бей, правитель Объединенного Египта, имел фамилию Шинджикашвили. А Кабир IV Великий, который освободил Египет из-под власти Османской империи, происходил с родом Гебришвили. Премьер-министр Персии, Мирза Алиас Гархан, тоже грузин. Как и американский генерал и глава комитета, начальников штаба в США Малхаз Шаликашвили. Про российских и советских грузин говорить не буду, их вы и так прекрасно знаете. Первая академия в Грузии основывается еще в 3-4 веке возле города Фазис, современной Поти. В ней преподают на грузинском и греческих языках. Позже, в 1106 году, основывается Геладская академия, которая становится одним из крупнейших научно-просветительных центров Кавказа и Ближнего Востока. Там преподается геометрия, арифметика, астрономия, философия и т.д. К слову, когда в следующий раз вам кто-нибудь скажет, что Российская империя принесла цивилизацию на необразованный Кавказ, покажите им это видео и подарите учебник истории. ЮНЕСКО признала грузинскую письменность, а также хоровое пение шедеврами культурного наследия. А песня Чакрулу в 1977 году была отправлена в космос на межпланетной станции Voyager 2 как культурное достижение человечества. Грузины верят, что коренные народы Кавказа являются прямыми потомками Ноя. В летописи 11 века «Жизнь картлийских царей» сказано, что у правнука Ноя Таргамаса было 8 сыновей. Каждый из них пошел в свою землю и основал народ. От Лекаса произошли лесгины и лакцы, от Кавказа – ингуши и чеченцы, от Картласа – грузины, от Бардаса – эреса – племена Кавказской Албании, от Эграса – вероятно, западные грузины и черкесы, а от Айка – армяне. Конечно, это всего лишь легенда, которая еще раз указывает на родственность коренных народов Кавказа. В Грузии нет лесгинки. Вернее, сам танец есть, но называется он Лекуи и считается общим, потому что его танцуют все на Кавказе, а вот именно грузинских танцев более 20 видов. В каждом регионе существует свой, который очень отличается от других. Также грузины понятия не имеют, что такое черкеска, потому что в Грузии она всегда называлась чоха. Не стоит говорить, что Грузия – это Закавказье, потому что это термин, которым русские обозначали территорию Кавказа, если смотреть с севера. Но для грузин Россия – это Закавказье, поэтому корректно использовать термин Северный и Южный Кавказ. Грузинская пословица «гость от Бога» очень многое говорит о культуре этого народа. Считается, что любой гость послан Всевышним, и грузин должен встретить его как посланника от Бога. Именно поэтому большинство людей, побывавших в Грузии, первое слово, которое ассоциируется с этим народом – гостеприимство. Статуя Картвиздеда, то есть мать Грузия, очень четко описывает характер грузин. Чашей с вином встречают любого, кто пришел как друг, а меч приготовлен для врагов. В разное время грузин пытались покорить Ассирийская империя, Дружава Ахименидов, Империя Селевкидов, Римская империя, Парфянская империя, Сассанитская империя, Византия, Арабский халифат, государство Хойзеншахов, Монголы, государство Сельджуков, Империя Тимуидов, Османская империя, Персидская империя, Российская империя и Советский Союз. Все эти государства развалились и больше не существует. А Грузия была, есть и будет. Завоевать эту страну невозможно. Вообще есть народы, культуры, территории, которые завоевать никогда нельзя. Так нельзя завоевать Афганистан. Точно так же нельзя завоевать Грузию, ее можно на какое-то время оккупировать, но потом с позором уйти. Потому что это древний народ, у которого есть не только свои традиции, но есть чувство уважения к себе и к друзьям. А врагов они никогда не любят и никогда не полюбят. Спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такой формат и много ли нового услышали из этого выпуска. Не забывайте подписываться на канал, чтобы увидеть следующие видео. Мир вашему дому! Субтитры сделал DimaTorzok